Привет, друзья! Мы переживаем с вами очень тяжёлое время. Мы пережили с вами ковид, и мы точно переживем войну. Я серьёзно вам говорю. Вот. Пока, может быть, в это не верится. То, что я должна вам сказать, как бахтина, людей убивает всё-таки не война, людей убивает метаболический синдром. Поэтому, друзья, я запрещаю жрать конфеты. Я запрещаю ночью перед новостями жрать бутерброды. Я вас очень прошу, держите ваш стиль питания, потому что очень маловероятно, что достанется пуля или осколок всё-таки. Но то, что вы можете уйти глубоко в метаболический синдром, а там 3 сантиметра до диабета, это 100%. Это первое. Итак, людей убивает не война, а метаболический синдром. Второе. Я вам запрещаю сидеть дома. Если вы имеете хоть малейшую возможность выйти, надо выйти и быстрым шагом пройти 5 или 10 километров, в зависимости от вашей дотренированности. Вот. Если нет возможности выходить, если это... Короче говоря, если тревога, значит, вы берёте Настю и под Настю двигаетесь. Пусть это будет 5-5 минуток в день. Прям все 5-5 минут, так Настяных. Это будет 25 минут очень активной аэробной нагрузки. Пожалуйста, делайте это. Это поможет выжить не только телу, но и мозгу. Вот. И третье, о чём я хочу сказать. Понятно, что мы не можем не следить за новостями, но делайте это дозированно. Возьмите сейчас какое-нибудь новое дело, до которого руки не доходили. Меня, например, это отвлекает. Я сейчас полностью ушла в английский язык и прям сижу в этом английском языке до полной потери способности соображать. Больше ничего уже не хочется. Поэтому первое, я запрещаю жрать сладости и, кстати, пить алкоголь. Второе, я запрещаю сидеть дома, если вы имеете хоть малейшую возможность двигаться. Если не можете, значит, двигайтесь прямо дома. И третье, возьмите себе что-нибудь такое, что вас отмечает. Я с вами, мы все вместе, и мы обязательно будем жить в мирном времени. Давайте.